Мне нравится вот этот экспонат, Лен, я тебе показываю. В руках у сотрудников музея вещи, которые теперь уже смело можно назвать частью истории. Пуля из биатлонной винтовки, майки с номерами российских спортсменов, билеты с олимпийских соревнований и многое другое. Некоторые из этих теперь уже экспонатов передал в музей руководитель Федерации спорт-ориентирования Сочи Владислав Фунтиков. Во время Олимпиады он работал в оргкомитете игр. И все олимпийские, и не только вещицы бережно собирал, специально для музея. Вспомнив, как в детстве я приходил в наш музей, и, допустим, заходил в зал космонавтики, мне больше всего там даже не космические корабли нравились, и там фотографии космонавтов, а питание космонавтов, борщ в тюбиках и так далее. Я подошел к олимпийцам, в Кандидатской стране, и просто попросил у них спортивное питание в таких же тюбиках. Это специально, я объяснил, что это для музея. И вот я музей передал, и думаю, что, может быть, когда-то это кто-то оценит. Денис Куприянов – представитель компании «Всемирного партнера Олимпиады» и давний друг музея. Эта дружба началась еще до старта игр, когда «Олимпийский огонь» начал свое путешествие по стране. Один из главных символов игр – факел – в музей попал именно из рук Дениса. Сегодня традиция продолжилась. Сегодня же мы решили дополнить полный набор наших экспонатов, и мы передали теперь болельщические атрибуты для поддержки факелоносов. А вот эта книга – еще один подарок музею. Это настоящий фотоальбом. Здесь снимки не только профессионалов, некоторые любительские. Тем они становятся еще дороже, ведь это взгляд на историю глазами простых людей, что перекликается с новой идеей музея. Планируется, что все эти вещи составят большую экспозицию, которую назовут «Олимпиада глазами сочинцев». Сейчас мы только готовим. Вот сейчас мы посмотрим все экспонаты. Будет соответствующая обработка этих экспонатов. Музейное описание, научное описание. А затем будет подготовлена экспозиция. В выставку войдут более полутора тысяч экспонатов. Где ее разместят и когда именно она откроется, пока неизвестно. Но ясно точно, экспозиция поможет сохранить яркие страницы истории нашего города и страны. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.